О, Господи, это так вкусно. Ммм, ммм, это так вкусно. Это не смешно! Кокюинг! Баганат! Это шок. Это все шок. О, извините меня. Привет, мои адекватные и абсолютно абсолютные подписчики. С вами я, ваш верный друг, профессор Бобай. И сегодня мы с вами продолжаем разбирать такую игру, как Готика. Но прежде я хотел бы извиниться за пару косяков, которые я совершил во время прошлого видео. Простите. Во-первых, я сказал, что Торус является одним из призраков, но на самом деле это не так и вообще ложь, пиздеж, кутеж. Торус по своей должности является начальником стражи, и почему я посчитал, что он один из призраков, я, если честно, в душе не понимаю. Во-вторых, та шахта, в которую я зашел в начале видео, вообще была вырезана из игры или просто недоделана. Но в той сборке, в которую я играю, эта шахта восстановлена и доступна для посещения. Этот факт меня, кстати, очень даже расстроил, ибо получается, я играю с какими-то модами, которые могут помешать мне получить оригинальный или схожий экспириенс от прохождения игры. Но с другой стороны, если мой герой не похож на цветную лошадь с сиськами и членом, значит все не так уж и плохо. А так я точно не знаю, что эти моды еще восстановили. И вполне возможно, в одном из наших путешествий я наткнусь на какой-нибудь еврейский нутовый лагерь. И тут появится какой-нибудь алтфак готики и скажет, эй, нет, товарищ Бендуэль, изначально евреев не было в готике, ибо немцы их вырезали. В прошлый раз мы остановились на том, что я получил два голоса для вступления в старый лагерь. Для начала я решил посмотреть наш стильный журнал, дабы узнать, что мне еще можно сделать и заодно побегать по лагерю в поисках остальных призраков. Я наткнулся на некого Фингерса, который является местным бором. Дабы получить его голос, мы должны овладеть наукой о воровстве, то есть научиться красться, взламывать замки, качать сторентов и т.д. Однако на это у меня нет ни денег, ни желаний и вообще я честный человек. Затем я нахожу некого Скати, видимо это сокращено от слова скотина. Скати заправляет местной ареной, и чтобы получить его голос, мы должны кого-нибудь угандошить в честном бою на радость черни. Однако на это у меня пока что нет сил, ибо наш главный герой сейчас вялый и дряхлый, как скважина Аски. А для того, чтобы победить хотя бы одного из бойцов, надо быть крепким и подтянутым, как член при просмотре кое-какого фильма от Мэла Гибсона. Господи, сколько квестов, которые я не могу сейчас выполнить, что же мне тогда делать? Тут мне на счастье попадается какой-то поникший работяга по имени Дасти. Видимо он один из тех несчастных, кто приехал в Германию построить свою любовь с чистокровной немкой, а в итоге завел отношения с чистокровной Айселу. Этот унылыч грустит, так как он очень долго горбатился в шахтах, но всех его заработанных финансов хватит лишь на еду. Прямо как в жизни. Поэтому он задумывается о том, чтобы съебаться отсюда. Прямо как в жизни. У него есть друг по имени Мелвин, который уже давно съебал в болотный лагерь. Однако Дасти точно не знает, хорошо ли тот устроился там или нет, поэтому пока Дасти не будет точно уверен, как у того дела, он отсюда не ногой. Ну что ж, Дасти, если ты уверен, что где-то может быть хуже, чем горбатиться за гроши в шахте, то оставайся тут терпило. Ну что ж, это хороший повод отправиться в болотный лагерь. Я умываю еблет, дабы быть при параде, и прошу идола Парвеза проводить меня до болотного лагеря. Очень хорошо. Я пойду впереди, следуй за мной. Вместе с этим укурушем мы лампово путешествуем и убиваем всех на нашем пути. Грязные твари. Ну точнее это делает он, а я лишь чё-то подпёздываю рядом и ловлю халявную экспу. Это мне напоминает те разы, когда мы с батей ходили на рыбалку. Я копал червя, а он нажрался водярой. Да ладно, это шутка, на самом деле есть проверки. Наконец-то мы добегаем до этого Сант-Болотбурга, и... А чё мне тут делать-то? Стражник у ворот говорит, чтобы я поговорил с неким идолом-намибом, если хочу вступить в лагерь. Но! Я не должен с ним заговаривать, пока он сам не заговорит со мной. Чего, блядь? Я нахожу этого-намиба и пытаюсь заговорить с ним, но он лишь вздыхает и мочит как аутяра какой-то. Рядом стоящий с ним чувак по имени Лестер говорит мне примерно такую вещь. Ты что, дурак? Идол-намиб является гуру, а говорить с гуру без согласия гуру это грех. Понял, Рафлан дурачок. Слышь, умник, хуюмник, как мне тогда говорить с этими гуру, если, блин, они не хотят со мной разговаривать? А ты прояви себя, и они с тобой заговорят. И как? Куанской сракой, обкосяк. Если хочешь вступить в лагерь, то тебе надо получить уважение нескольких гуру, а вот как это делать, это уже твоя проблема, дебил. Слегка прихуев с мудрости здешних обитателей, я решил осмотреть лагерь и нашел Коргалома, у которого мне, кстати, надо было взять рецепт целебного эликсира для одного челобранчика из старого лагеря. Однако на мою просьбу продать мне рецепт, Коргалом говорит мне примерно такие вещи. Пошел в жопу. Ну ладно, подожди, молодой человек. Чего? Да просветит тебя спящий. Блин, какой же загадочный лагерь, подумал я. Прям шагане-шагане азиатская страна. Однако, дабы моя душа не металась тут в поисках тех, кто со мной бы уже поговорил, попиздел, как говорится, пошлямзл лясами обточилку бытия, как вдруг, откуда ни возьмись, к нам обращается некий идол Тондрал. Боже, блядь, тут что ни имя, так лекарство от поноса. Идол Тондрал говорит пламенную речь про неверных, хотя, судя по его словам, он говорит про фуриёбов. Как пыль, смытая дождём, исчезнут они из этого мира. Они будут рыдать и горько раскаиваться во всём, но будет уже слишком поздно. Они заплатят цену, заплатят своей кровью и своими жизнями. От этого Тондрала мы получаем задание привезти в лагерь ещё какого-нибудь новичка, и тогда голос этого молодого человека будет наш. Наверное, мне надо будет привезти того Дасти, который рыдал, что денег только на Доширак заработал. Я обязательно к нему вернусь, но сначала хотел бы тут побегать и ещё квестов пособирать. Правда, перед этим мне надо бы поспать, а то уже ночь на дворе, а мы все знаем, что по ночам ходят только проститутки, бандиты и беспризорные дети, которые выбрали судьбу сироты, ибо их родители считают, что вот эта версия Хюрем Султан лучше, чем эта. Хотя я бы лично выбрал офицерский способ. Мы засыпаем. Есть the sleeping times. И просыпаемся, дабы встретить новый день, а новый день встречает меня какими-то глинамесами. Поговорив с неким глинамесом Гарима, мы узнаем, что он скоро сдохнет от такого количества работы и хочет спать, но чувак, который должен был его сменить, где-то ебланит. Работаю уже два дня. Без зарплаты! И ни минуты отдыха. Харлок давным-давно должен был заступить на смену. Небось дрыхнет сейчас у себя дома. Какая точная интерпретация работы в Советском Союзе. Пока ты из последних сил месишь глину, кто-то дрыхнет. Я нахожу этого лентяя и ласково прошу отправиться работать, но тот не понимает по-хорошему. Я должен напомнить тебе, что ты должен его сменить. Как мило с твоей стороны. Напомни еще разок, когда я проснусь, ладно? Ладно, братан. О, теперь ты готов сменить своего приятеля? Чертого заноза в заднице! Почему ты суешься не в свое дело? Просто хочу увидеть тебя за работой. За то, что мы помогли Гариму, с нами решил заговорить один из гуру, Идол Уран. Конечно, вы можете пошутить и назвать его Идол Орал, но это культурный канал с многонациональными шутками и отсылками, поэтому будем называть его Идол Айран. А это, видимо, его два очпичмека. Любитель подудеть в Курай доволен нашим поступком и готов нам дать личное задание. А именно, нам надо сходить на другую часть болота и забрать там у сборщиков тюки с болотником, а потом отнести все это к оргалому. Ну, вроде не сложное задание, не считая того, что другая часть болота представляет из себя чертов Блайттаун. Всего на болотах две группы людей собирают болотник. У одной группы я забрал тюки без труда, а вот с другой группы беда, и там меня для начала просят поубивать местных шершней. С горем пополам и с садами и погромульки я убиваю этих тварей и забираю траву. Ну, а затем отношу все это к оргалому. Я принес дневной сбор болотника. А, давай сюда. И убирайся с глаз моих. Не за что, братан, всегда пожалуйста. На своем пути в этом лагере наркоманов я познакомился с неким Йору, который с радостью поделился со мной инфой, как привлечь внимание гуру, дабы они заговорили со мной. В основном надо быть полезным, но с некоторыми могут быть сложности. В частности, например, идола Кадара мне надо впечатлить, использовав магию. А того мычащего дебича идола Намиба хрен знает, как впечатлить, то нам поможет только Лестер. Поэтому я отвожу Лестера в сторонку и спрашиваю его помощи. Тот говорит, чтобы я в следующий раз при разговоре с ним сказал, что уверовал только в спящего, ибо тот пришел ко мне во сне и пригласил на свои болота. Так мы, собственно, и делаем, и Намиб сразу же обращается к нам, говоря, что мы чуть ли не избранный и вообще сасный парень, ведь спящий выбрал нас, так что голос Намиба определенно наш. В этом же лагере я наконец-то нашел Мелвина, который является друганом Дасти. Мелвин говорит нам, что в болотном лагере все очень даже заебись, и тут они спокойно чилят, член не дуют, так что пусть Дасти прекращает работать как краб и дует сюда. Ну что ж, делать мне вроде пока что нечего, и я дую в старый лагерь. Правда, вместо того, чтобы сразу же отправляться с Дасти обратно в болотный лагерь, я решил поговорить с тем самым Мордрогом. Да, кстати, я назвал его Мордрогом в предыдущем видео, хотя его зовут Мордрог. Сорян за такой косячевский, у меня просто врожденная неприязнь к немецким именам. Например, раньше я имя Гитлер произносил как ПУ. Мордрог хоть и хуило жуликоватое, но мужик нормальный. Вау, примерно так же продажные блогеры описывали саби. Также он рассказывает нам про принципы нового лагеря. А именно, что там одно варье, но зато никто не заставляет добывать болотник во имя спящего или руду для короля. Короче, полный фридом. Но несмотря на это, у них есть собственная шахта, в которой они добывают руду для того, чтобы по плану магов воды взорвать барьер. Мы говорим, что это прям вообще охуительная история, о чем мы тоже любим воровать и взрывать, так что не будь грязным джинном и проводи нас до нового лагеря. По пути я пытаюсь ему помогать убивать всяких тварей, но этот молодой человек делает это все в разы лучше меня. В общем, я как всегда чувствую себя слабым и бесполезным. Спасибо немцам за это. Доходим до места назначения, и Мордрог советует нам поговорить с местной шишкой по имени Ларс. А дабы этот Ларс доверился нам, он просит показать тому особое кольцо, которое он нам и дает. Я, конечно, мог бы спиздить это кольцо и показать Ларсу свой анус, но мне кажется, тут все фанаты Жванецкого и такого юмора не поймут. Также Мордрог говорит, что не будет возвращаться в старый лагерь, ибо там жопа какая-то начинается. Так что считай, мы выполнили квест Торуса по избавлению от Мордрога. Мы заходим в новый лагерь и на плотине знакомимся с неким Гомером, который дает нам задание убить некого Шныга, ибо этот Петуч дырявит их плотину. Забегая вперед, я вам скажу, что победил этого Шныга, но судя по всему с божьей помощью, ибо он мне успел нанести один удар, снеся больше половины жизней. Но благо я как-то умудрился его закликать своей новой дубинкой, которую купил у некого Шарки, которого потом тоже пизданул и угнал его хату. Видимо, по мнению немцев, самый настоящий Фридом у нас был в 90-х. Ну и дальше я решил осмотреть этот самый новый лагерь. Тут очень много домиков, где живут наемники, воры и местные рудокопы, которых почему-то называют скрипки. А еще тут очень много просто дружелюбных людей. Привет, ты кто? Не твоего ума дело, не нравится мне твоя рожа. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Вау, такая же реакция была, когда я в 5 лет пытался в первый раз поговорить с девочкой. Также я поболтал с неким Веджем и смог научиться у него взлому замков. Здешняя система взлому замков, кстати, весьма забавная. А именно нам надо, имея на руках отмычку, присесть напротив запертого сундука и пытаться взломать его, нажимая наугад влево-вправо. Угадав и запомнив нужную комбинацию, мы сможем взломать замок. Да вы медвежатник, шеф! Еще в этом лагере я нашел представителя старого лагеря по имени Идол Каган. Он торгует здесь болотником. Я, двинутый на сексе, стильный сутенер, а толстяк мой черный слуга, а понял? Каган работает тут на пару с неким Идолом Исидро, но тот квасит в местном баре и ничего не продает. И Каган не растерялся и наябеничал на него кургалому. Так-то. Также он просит нас побыть местной Тамарой из компании Арифлейн и раздать пробники болотника местным работягам, дабы у Кагана появилось больше покупателей. Но я решил не теряться и заодно заскочить в таверну, отдав громилю у входа 100 кусков руды. Боже, почему все хотят стрясти с меня бабки? Как будто мне в реальной жизни не хватает оплаты счетов и кучи перерасчетов, после которых тебе внезапно набегают откуда-то новые тысячи за отопление. Я нахожу Исидро и говорю тому, что Каган наябеничал и скоро этому алкашу дадут по жопе. Тот, само собой, паникует и просит нас о помощи. А именно взять у него все тюки с травой и продать все за 400 кусков руды. Причем 200 кусков руды мы можем оставить себе. Вроде неплохо, не успел тут устроиться, а уже барыга на службе у верующих. Судя по всему, у разработчиков очень специфическое чувство юмора. А еще это объясняет, почему так игра популярна на территории СНГ. Потому что на самом деле немцы вместо РПГ сделали симулятор. А еще скоро выйдет DLC, где мы сможем продавать детям на свай. Продавая болотник всем подряд, я нарвался на некого Лефти, который сказал, что им нужен водонос, и отправил меня какому-то чуваку по имени Лорд. Тот дал мне 12 бутылок архиза и отправил раздавать это все крестьянам, которые собирают здесь рис для еды и варки рисового шнапса. Рисовый шнапс, кстати, является местной фишкой нового лагеря. Воровство, наркота, агрессивные люди и самогон. Это и другое в игре готика, прямо как в жизни на территории СНГ Эдишн. Я раздавал воду крестьянам, и честно скажу, ничего более унылого я в жизни не делал. Мало того, когда мы сказали Лефти, что отдали всем воду, он сообщил нам, что мы теперь будем каждый день выполнять роль водоноса, и никаких но. И хватит отдыхать, иди займись делом. Пиздец ты охуевший. Зато среди крестьян я нашел некого Горацио, который рассказал, как он кому-то сильно уебал во время драки в баре, отчего тот умер, и из-за этого вот этого Горацио отправили сюда. Наверное, просто ударил слишком сильно. Тогда я был кузнецом. Сам не знал своей силы. Также мы можем попросить его усилить наши атрибуты силы, сказав, что когда мы станем сильнее, мы пизданем лорда и его головорезов. Учись вкладывать в удар всю руку. От плеча до запястья. Спасибо, Сайтама. Спустя столько времени я наконец-то вспомнил про Ларса, которому должен был отнести кольцо, и решил немедля найти его. Тот сидит перед детдома и решает, судя по его рецидзавиской рожи, мировые проблемы. Мы говорим ему, что хотим стать частью нового лагеря, и показываем кольцо Мордрога. Меня прислал Мордрог. Он велел передать тебе это кольцо. Дорогая вещица. Здесь это обычное дело. Получил что-то, поделись с главарем Шайки. Ларс доверяет нам и дает два задания на выполнение. Во-первых, мне надо найти Мордрога и сказать ему, что Ларсу нужен свой человек в болотном лагере, так как те там что-то затевают. А во-вторых, мне нужно взять у идола и Сидора всю траву, которая у того имеется. Мы говорим таки, что весь этот болотник у нас, а Ларс говорит, хей, а ты оперативный петушок, ну тогда продай весь этот болотник и принеси мне 400 руды, и нет, не слипнется. Благо, у меня было на руках 400 руды, и я вмигом отдал их ему, дабы получить драгоценную экспу. А еще потому, что мой персонаж лох. Мало того, у меня даже хватило денег, чтобы отдать самому Исидорну, чтоб тот не был на меня в обиде. Потому что наш персонаж хоть и лох, но благородный. Ну и заодно я подошел к Мордроту и передал тому послание от Ларса. Мне кажется, все это как-то разрешится само собой. Очень правильная жизненная позиция, мужик. Когда мне говорили, учись, Бебе, ведь без знаний ты станешь овощем, я отвечал, что все решится само собой, и играл в Володы Мобайл на уроках. В итоге мне теперь 23, я живу в Стерлитамаке и делаю видео по играм, дабы прокормиться. Так что да, все решилось само собой, будто во время создания моей жизненной линии судьба выкинула одни единички. Еще я сходил к идолу Кагану и получил награду от него, ибо раздал всем пробники болотника, и теперь у него поднялись продажи. В награду я выбрал у него свитки заклинаний, ибо мне кажется, что они пригодятся в дальнейшем. Особо тут мне больше делать нечего, и я решил прогуляться по окрестностям. И так уж вышло, что я наткнулся на шахту старого лагеря. Насколько я помню, мне тут надо забрать список у некого Яна. Ну что ж, давайте зайдем сюда. Гуляя по этой шахте, я разговаривал с разными людьми и узнавал интересные вещи. Например, что в этих шахтах обитают большие ползуны, которых с радостью убивают люди из болотного лагеря, ибо с них они добывают особую слюну. Из этой слюны потом в лагере делают эликсиры, которые, как я понял, восстанавливают ману. То бишь, они из слюны огромных тараканов делают оздоровительные напитки. Вау, из-за здешней медицины игра начинает уже походить не на симулятор жизни в СНГ, а на очень грустную документалку. Ну ладно, это все очень интересно и познавательно. Я прям вижу, как IQ моих зрителей катастрофически пускает корни в землю. Поэтому идем к начальнику шахты Яну. Ты ведь Ян, начальник шахты. Да, я Ян. И это моя шахта, так что ничего здесь не трогай и ничего не сломай. Примерно то же самое говорил Галкин про Пугачеву. Я говорю Яну, что меня прислал Диего за списком, и без лишних вопросов получаю его. Неплохо, это намного легче, чем я думал. Также я тут обчистил местный склад и приобрел себе немного сосного луца. А, неплохо быть ворюгой, глядишь, такими темпами я стану профессиональным вором, или еще хуже, стендапером. Я покинул шахту, но не направился в старый лагерь. О, нет. Я пошел в новый лагерь и решил отдать список Ларсу. Тот аж охуел от такой заявы. Нет. Глазам своим не верю. Да, парень, наглости тебе не занимать. Ларс берет список и приписывает там нужные для нового лагеря вещи, дабы потом грабануть эти вещи себе. Ну короче, рэкетир чистой воды. С этим исправленным списком идем в сторону старого лагеря. По пути я встречаю охотника по имени Эйдон, у которого я учусь тому, как снимать всякие клевые трофеи животных, дабы потом продавать. Как снять шкуру. Скажи, что тоже смотришь вселенную Стивена. Еще полезным дополнением ко всему этому стала встреча с Кавалорном, который и должен меня научить правильно краситься, дабы никто меня не замечал. Так что вместе с моими знаниями взлома я теперь могу спокойно обчищать чужие хаты, пока люди спят. Непосредственно уже в старом лагере я говорю Торосу, что Мордрога в старом лагере уже не будет. Тот, конечно, доволен, но был бы рад, если бы я убил этого ублюдка. Однако я добрый и позитивный человек, и мокруху стараюсь избегать. Потом я отдаю Диего слегка дополненный список из шахты, и тот весьма рад этому, говоря, что мы молодца. Отлично. Ты хорошо начал, парень. Вау, из-за недостатка внимания в детстве я тебе с радостью получаю одобрение от какого-то усатого алкаша. Без комментариев. Ну и наконец-то идем к бедняге Дасти, который от тоски тут чуть ли уже не вены на жопе вскрывает, хотя я на такое посмотрел бы. Мы говорим ему, что у Мелвина все заебись, но Дасти все равно недоволен, ибо он настолько уже всем уши проныл, что теперь все знают о его намерениях смыться и вряд ли выпустят отсюда. Но благо у этого петуча есть и мы, а поэтому... Берем этого голодранца под мышку и идем через стражников, а потом даем им на лапу стороды в виде взятки. Мы просто пошли прогуляться. Возьми сотню и забудь об этом. Я ничего не видел. Вот приятно иметь дело с таким понимающим представителем закона. Доводим Дасти до идола Тондрала и делаем его одним из его учеников. Ты будешь приходить ко мне каждый день и слушать то, что я скажу тебе. Твоя душа еще может быть спасена. Ого, я тоже самое говорю зрителям моих стримов. Также я тут использую заклинание сна, дабы привлечь внимание еще одного гуру по имени Идол Кадар. Кто научил тебя использовать магическую силу спящего? Никто. Это ведь очень просто. А еще я пиздобол по жизни. Мы получили еще один голос на случай, если захотим вступить в болотный лагерь, а еще мы теперь можем с ним торговать. Ну и само собой я покупаю карту болотного лагеря и книжку про шершней. Книжка нам нужна, и без нее мы узнаем, как с этих чертовых летающих уродов отрезать жопу, а потом продавать. Перед тем, как уходить из этого лагеря, я решил зайти к коргалому и скрысил из его сундука заветный рецепт целебного зелья. Коргалом? Ничего личного, просто ты уебок. Теперь можно возвращаться в лагерь и завершать некоторые квесты. Но для начала я поубиваю большую часть живности, которую могу найти, ибо во-первых, это ценный жизненный опыт, а во-вторых, это деньги и трофеи. Так что любители животных и ансабов, держитесь подальше от экрана. А еще мне очень нравится здешняя система переключения оружия. Вы зажимаете F, а затем с помощью стрелочек выбираете, какое оружие достать. Честно, очень оригинально и интересно, по моему мнению. Ладно, идем завершать квестики. Мы говорим Фингерсу, что теперь являемся местным ворюгой, и тот одобрительно говорит, молодца, надо будет тебя потом обокрасть. А еще я наконец-то решил купить себе хоть какую-то броню, ибо тут очень туго с этим. И самая доступная для меня броня в старом лагере, это штаны рудокопа за 500 рублей. Ты хорош, и на барышню похож. Просто лучшая сделка в моей жизни. А на остатки руды я все-таки решил взять уроки по дракам одноручным оружием. И тут без лишних преувеличений я немного прихуел. Вот буквально. Ибо то, что я тут увидел, это просто вау, ого, для 2001 года. Да что уж там, и сейчас такое редко увидишь. Дело в том, что до этого наш Касипоша дрался, держа одноручное оружие двумя руками. Ну, типичный дилетант. Однако Скати говорит нам, что такой вид драки удел дебила с IQ, как у анархо-капиталистов. И говорит нам держать одноручное оружие сугубо одной рукой. И после этого, вы не поверите, но Касипоши начал держать оружие в одной руке. Это вообще что за немецкая магия такая? Урок, который мы получили, не просто поднял какой-то наш атрибут, а буквально научил главного героя, как правильно драться. Просто мое уважение за такое. Кстати, я тут побил одного из бойцов, и поэтому голос Кати теперь наш. Совсем неплохо для новичка. Я удивлен. И в принципе мы сделали очень много всего на данный момент. К тому же мы узнали про три лагеря достаточно, чтобы уже можно было определиться, куда нам вступать. Само собой, выбор я оставляю за вами, дорогие мои. Так что решайте, как игра пойдет дальше. А я сохранюсь и пойду отдохну за просмотром фотографий несчастных людей, пока мое желание дезинтегрироваться из этого бытия не начало издавать звуки подобно Трамонтайме. На сегодня все, дорогие мои друзья, пока!